Нердрум 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 но также проявлял от нетерпения к тем, у кого способности меньше, чем у него. Разочаровавшись в виде искусства, преподаваемого в Академии и в современном искусстве в целом, Нердрум начал учиться рисовать в постмодернистском стиле, испытывая влияние Рембрандта и Караваджа. В 1965 году начал многомечить на обучение у немецкого художника Йозефа Бойса. Нердрум говорит, что его искусство следует поднимать скорее как ячь, чем искусство, как таковое. Женат, два сына, Удей и Борг, дочери-близнецы Артур и Минди. Взрослые дети занимаются творчеством, включая художественные документальные фильмы, пьесы и актерское мастерство, большая часть которых связана с семьей Нердрума. Изучал живопись в стиле необорока, руководствуясь техникой и творчеством Рембрандта в качестве основного источника влияния. Рембрандт и Караваджа оказали первичное влияние на творчество художника. Работы Нердрума в течение первых 20 лет его творческой жизни состояли из больших полотен. Как правило, полемического характера, которые служили опровержением общепринятых социальных и экономических точек зрения. Его разочарование в современном искусстве, которым Нердрум толкнулся в музее современного искусства в Стокгольме, наполнил молодого художника отвращение. Персонажи, которые сейчас населяют картины Нердрума, были проникнуты великой тишиной и неподвижностью, но были жизненно живыми, вызывая космическое единство, которое превосходило индивидуально. Эти фигуры скорее типажи, чем наделенные чертами или очевидными историями, которые могли бы владеть их как индивидуальностью. Они облачены в предметы одежды, которые, казаясь неподвластными времени, такие как меха, шкуры или кожаная шапка, а не в одежду, которую привязывало бы зрителей к определенному времени и месту. Нердрум говорит, когда я рисую, как будто я борюсь в воде. Я буду стараться всеми средствами не утонуть. Наждачная бумага, тряпки, мои пальцы, нож. Короче говоря, все. Кисточки пользуюсь редко. Работы художника хранятся в публичных коллекциях по всему миру. В 2011 году приговорен к двум годам тюремного заключения в связи с уклонением от уплаты налога. Но в сентябре 2017 года был помилован королем Норвегии Харальд. Вот так немного сумбурда переводной википедии из каких-то данных, которые я нашел в интернете от Нердрум, норвежском художнике Фигура Ти Ви. Все, пока-пока, привет, смотрим работу.